Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог и, как всегда, утро у меня начинается с чашечки кофе. Сижу, пью кофе. А вообще, девочки, я когда проснулась сегодня, лежу и думаю, у меня последние несколько дней очень болела спина. Но спина болела, потому что меня надуло. Вообще, поясница болела. Я даже не поняла, что это было. Но потом я взяла шерстяной платочек, повязала, обезболивающее, попила. В общем, все прошло. Но это потому, что я сидела спиной к сплит-системе. Вообще, я монтировала видео и было жарко. Я то включала, то выключала, но спина у меня дула. Вот это я вспомнила и поняла, что нельзя этого делать. Но я знаю, что этого нельзя делать. Но просто как-то так, видите, немножечко самонадеянность меня подвела. Но все уже позади, все нормально. В общем, чувствую себя сейчас уже хорошо. А сегодня решила, думаю, стану-ка я на весы. Я чувствую, что, конечно, лишний вес я набрала. И этот лишний вес, вы знаете, он все-таки дает немножко о себе знать. Именно в том плане, что организм становится тяжелее. И спина от этого тоже страдает. Я заметила, спина начинает побаливать, когда у меня появляется лишний вес. Но вся моя проблема в том, что я, во-первых, очень люблю сладкое. Я люблю пирожное, мороженое и всякие сладости люблю. И никак я не могу от них отделаться. Потом я люблю мясо. Я очень люблю мясо, жареное в любом виде. Ну, конечно, вот когда мы садимся на диету, мы начинаем уже вареное, пареное, вот такое вот, менее вкусное, как говорится, мясо готовить. Я уже задумываюсь о том, что мне нужно бы, конечно, сбросить лишний вес. Но я как подумаю о том, что мне нужно сейчас переходить на пищу, менее вкусную, скажем так, на невкусную еду, на нелюбимую еду. Мне становится грустно. Но вообще для здоровья, конечно, вес надо мне уже снижать. И, в общем-то, я решила от сладкого все-таки отказаться. Ну, может быть, иногда, когда прям уж совсем захочется. И то это должен быть какой-то там интервал, я не знаю, может быть, раз в неделю. Ну, чуть-чуть там позволить себе. Я оставляю себе на крайний случай это горький шоколад. Если прям захочется, горький шоколад. Ну, и фрукты тоже я себе оставляю. Ну, хотя я их ем, в общем-то, не так-то много. В принципе, я прям не объедаю с этими фруктами. Ну, фрукты тоже оставляю. Ну, пирожное относится к выпечке. В общем, выпечка туда же идет к пирожным. Туда идет, туда уходит. И мороженое тоже. Лето, в принципе, закончилось. Хотя жара у нас еще держится за 30. Ну, уже мороженое тоже уже уходит. Я уже наелась, в общем, за лето. Так что будем отказываться от мороженого. Ну, и я буду стараться. Мясо, конечно, есть не жареное, а может быть там тушеное или как-то вареное. Ну, в общем, что-то буду придумывать такое щадящее. От бутербродов придется отказаться. Тоже люблю бутерброды с колбасой, с маслом, сыром, с чем-нибудь таким. В общем, обещать ничего не буду, но буду стараться. Как-то что-то немножечко пособлюдать диетку и сбросить лишний вес. Это нужно. Это нужно для здоровья. Это самая главная мотивация. Меня не столько беспокоит, как бы, эстетическая сторона, сколько больше всего все-таки беспокоит здоровье. За здоровьем надо следить. Ну, и я уверена, что и холестерин сейчас у меня уже поднялся. Заодно и холестерин надо будет поснижать, поснизить чуть-чуть. Вот. Ну, в общем, буду стараться. Вообще, у меня сейчас как раз вышло видео, Василек. И я уверена, что сейчас мне начнут задавать вопросы, какой у меня размер, какой у меня вес. Сейчас, сразу говорю, я взвесилась 80,7 вес, и объем талии у меня сейчас 102 сантиметра по талии. Так что я уже заказала 54 размер, но думаю, что это уже, конечно, растет цифра. А надо, чтобы она не росла. Вот 52 уже и точка. Поэтому буду стараться худеть. Ну, а что у нас сейчас на повестке дня? Вчера дочечка привезла мне посылочку Фаберлик. Я заказывала Фаберлик. И хочу вам сейчас показать, что я там заказала интересненького. Есть новиночки. Девочки, самое главное в заказе, что я больше всего ждала, это вот эти вот приборы столовые. Ну, не столовые, это как для кухни. Вот такая вот лопаточка. Фаберлик холм написано. У нее основа, похоже, металлическая, а сверху она силиконовая. И вот эти вот края, они гнутся. Самое главное, что вот этой лопаточкой мы не повредим сковороду свою. И очень удобно перемешивать, например, картошку, капусту, если тушить. Да и так отбивные перевернуть. Очень удобно. Силиконовая, видите. Внутри она жесткая, на металлической основе. И вот это вот щипчики очень хорошие. Тоже здесь края силиконовые. Эти щипчики вот так вот открываются. Вот раз, и они открылись. Тоже вот края силиконовые, хотя жесткая внутри. Внутри металл. Тоже переворачивать что-то удобно будет вот этой штучкой. Щипчики такие. Тут тоже вот силиконовая ручка, силиконовый кончик. Раз, и зафиксировали. В общем, очень нужная, очень нужная вещь в кухне. Давно хотела. Наконец-таки приобрела. Еще мне приглянулась вот этот, вот этот крем. Гиалуроновый гель с алоэ вера. В нем очень много алоэ. И вот просто мне уже очень интересно посмотреть, как он выглядит. Он вот такой зеленый. И прям желеобразный. Симпатичный. Пахнет приятно. Пахнет прям вот как алоэ. Ну, это вот такой с заживляющим эффектом. Я думаю, как раз для моей кожи. У меня проблемная кожа. Хороший такой кремчик. Вот так вот выглядит упаковочка. Ну, вот тут написано, что есть два способа применения. Либо наносить как легкий гель для ежедневного использования, или как восстанавливающая гель маска для более интенсивного эффекта. Корейская я люблю Сеул. Вообще, мне очень нравится такая косметика. Я люблю Сеул. Ну, а еще, девочки, я решила взять, уже раз уже браться за похудение. Вот я взяла для очищения вот такой вот препарат. Это как пищевая добавка. И здесь 60 порций. Применяется как 1-2 капсулы 1-2 месяца. Ну, если, допустим, по 1 капсуле, то на 2 месяца можно растянуть. Можно по 2 капсулы пить на месяц. Как они выглядят, мне интересно знать. Леночка тут защитная есть. Ну, вот такие вот коричневого цвета, вернее, серого цвета такие вот таблеточки. Ну, вот сегодня я и начну ее уже применять. Ну, вот такая вот штука. Там 3 этапа очищения. Потом следующий этап, как похудение. Потом как закрепление идет. Еще, девочки, я взяла Омега-3, 6, 9. Комплексное действие. Я это уже брала, уже пробовала. Там такие вот прозрачные капсулки, как нарисовано. Ну, так как я рыбу ем редко, а вот эти вот компоненты Омега-3, 6, 9, они очень необходимы для организма, очень нужны. Поэтому я решила взять их и пропить. Дальше, девочки, взяла я вот это вот универсальное средство, концентрированное для мытья полов и стен. Ну, я взяла для полов. Я взяла это для дочки. У меня такое есть. Я им пользуюсь. Очень хорошо моет, разводов не оставляет. И пахнет вкусно, пахнет сиренью. Приятный такой вкус остается. Вернее, запах приятный. Какой вкус. Ну, в общем, взяла еще такой. Девочки, опять я взяла красочку. Я крашусь, уже говорила вам, липовый мед 10.0, ботаника. Очень хорошая краска. Я вообще крашусь ею без перчаток. Волосы хорошо себя чувствуют. Мне нравится. Они не жгутся, ничего. Очень хороший тут состав. Репейное масло, масло крапивы, алоэ вера. Фитокератин, фитокератин. В общем, все очень полезно для волос. Я уже пользуюсь давно этой краской. Она мне нравится. Я продолжаю ею пользоваться. Но также из серии Ботаника я пользуюсь для волос шампунью и бальзамополаскиватель. Вот такой бальзам у меня еще остался. Я поэтому добрала шампунь, питание и блеск для нормальных, лишенных блеска волос. Очень хорошо распенивается, хорошо пахнет. Очень нравится мне этот шампунь. И недорого, и в то же время для волос просто шикарно. Вот. А это сила и энергия. Касторое масло и хмель для ослабленных, склонных к выпадению волоса. Но взяла также шампунь и бальзамополаскиватель. Вот это вот я беру. Тоже уже давно пользуюсь такими шампунями, бальзамами. И мне очень нравится. И вот еще каталожик. Новый каталог. На 14 номер каталога. На следующий период. Очень люблю полистать каталог и что-нибудь новенькое выбирать себе из каталога. А еще, девочки, я давно уже хочу запеканку сделать. Я делаю очень вкусную запеканку. Купила я два вот таких пакетика творога по полкило. В пятерочке, кстати говоря. Это творог 5%. Вообще, для творожной запеканки творог, он чем жирнее, тем вкуснее запеканка. Но так как мы собираемся худеть, ну я, по крайней мере, да, поэтому я выбираю уже такое вот среднее, скажем, знаете, 5%. Это вот и немного, и немало. Обезжиренный творог я пробовала делать, но он получается сухой. Запеканка сухая и не очень вкусная. Поэтому совсем обезжиренный лучше не делать. А 5% это немного. Это вот как раз нормально. Ну а что еще нужно для запеканки, я вам сейчас покажу. Девочки, кроме килограмма творога, нам еще потребуется полстакана манки, полстакана молока. Молоко комнатной температуры или слегка тепленькое. Ну, чтобы не горячее, не холодное было. Надо, чтобы манка у нас набухла 10 минут постоять. Дальше нам нужен изюм. Изюма можно брать столько, сколько вам нравится. Ну, примерно тоже. Я уберу примерно так. А на глаз. Изюм тоже надо залить водой. Сейчас мы его зальем, чтобы он постоял и набух. Тоже минут 10-15. Манку сейчас размешаем. Вот, пускай набухает. Так. Дальше нам потребуется 2-3 яйца. Но если крупных, 2 достаточно. Если мелких, можно 3. Полстакана сахара, полстакана сметаны. Ну, сметаны можно там, столовую ложку тоже, по усмотрению. Немного ванилина и немножечко соли. Вот и все. Сейчас дадим разбухнуть вот этому нашему маночке и изюмчику. И я вернусь к вам. Девочки, пока у меня там все это настаивается, я решила подготовить формочку. У меня вот такая формочка. Вот сюда я застилаю пергаментной бумагой. Бумаги должно быть вот чуть больше, где-то вот сантиметров, ну, на 5 может быть больше со всех сторон. И вот потом я уже вот так вот введу на эту сторону. приблизительно. вот примерно так получается. Ну вот, теперь мы начнем собирать, в общем-то, запеканку. Самое главное, надо посмотреть, чтобы в твороге не было комочков. Комочки все надо разбить, размягчить. И сейчас мы сюда будем отправлять все ингредиенты, кроме изюма. С изюма я воду слила и промыла его. Изюм в последнюю очередь. Сначала все перемешиваем, потом уже изюм. Ну и начнем со сметаны. В общем, с любого можно начинать. Все равно с чего. У меня сметаны тут меньше половины стакана, но может быть этого и хватит. Если не хватит, я тогда добавлю. Это где-то столовая ложка. Дальше сахар. Соли примерно на кончике чайной ложки, можно пол чайной ложки. Это тоже уже по усмотрению. Также отправляем сюда манку с молоком. Добавляем яйца. И все перемешиваем. Хорошенечко нужно все перемешать. Творог мне достался хороший, в меру влажный, не сухой, не кислый. Вообще хороший рассыпчатый творог. Мне он нравится. От творога очень многое зависит. Вот, судя по консистенции, она должна быть вот такой. Даже еще немножечко жиже, можно так сказать. Поэтому я сейчас сюда добавлю еще сметаны. Можно чуть-чуть молочка добавить. я добавила немножко сливок. Главное, чтобы не было вот эта консистенция сухой, иначе будет сухой тогда сухая запеканка у нас. Так, ну вот и все. Я все перемешала. Теперь можно сюда добавить изюм, ванилин. Надо включить духовку заранее на 180 градусов, чтобы она разогрелась. У меня ванилин кристаллический, поэтому я его добавляю чуть-чуть. А если ванильный сахар, ну, побольше чуть-чуть. Но опять-таки это по вкусу. Я люблю, когда ванилинчиком пахнет. Ой, уже запах пошел вкусный. Все, изюма я люблю побольше. Вот я не пожалела изюма. Очень люблю, когда изюма много. Все, теперь заполним формочку. Вот так вот просто и выкладываем. И распределяем по углам, чтобы все было заполнено. Разровняем вот так поверхность, чтобы углы были заполнены, чтобы все было равномерно. Как только духовка разогреется, отправляем в духовку. Ну, килограмм творога это примерно на 50 минут. Плюс-минус. Как только корочка подрумянится, уже, значит, будет готово. Резать сразу нельзя. Нужно подождать, пока остынет. Девочки, пока моя запеканочка готовится, я хочу вам сказать, что я сегодня ем. Раз уж и решила похудеть, значит, что на завтрак я поела сегодня овсяночку свою, как всегда, как обычно. Запеканка просто готовится не очень быстро. Вернее, готовится она быстро, но она потом долго остывает, а ее горячую резать нельзя. Нужно, чтобы она полностью остыла, чтобы она не рассыпалась. Вот, поэтому запеканка на завтрак мне уже не попадает. Ну, она уже попадет на полдник или на ужин. На обед я сегодня буду есть овощное рагу, немножечко мяса у меня там. Ну, готовила я это, как обычно, уже не так давно я это снимала, показывала. Кабачки, баклажаны, болгарский перец, помидоры, немножко мяса с луком я обжарила и потом уже добавила туда все нарезанные все овощи, чуть-чуть водички полстаканчика и у меня это тушится на режиме тушения в мультиварке час. Ну, и уже перед концом я уже туда добавляю зелень, соль, перец, лавровый лист и все. В общем, легко и просто готовится, но и тем не менее, в общем, сейчас я продолжаю вот эти овощное рагу готовить есть. Пока еще есть у нас пока в продаже вот эти баклажаны, кабачки. Ну, нравится, ну, поэтому готовлю. Читаю ваши комментарии сейчас. Вы посмотрели уже, многие из вас посмотрели, Василек, мой последний заказ, и многие пишут, что кому-то не нравится синий сарафан с черепом, девочки. А вы думаете, в чем я сейчас снимаюсь? Очень удобный, как маечка для дома, то, что нужно. Ну, а череп, кто его, этот череп видит? Никто, кроме меня, не видит. Даже вы, и то его, может быть, макушку только видите. Так что, идет, не идет, я же никуда в нем не собираюсь выходить. Тем более, он коротковат. А для дома, то, что нужно. Я одна живу. Так что, мне вот в этой маечке, так сказать, маечка, сарафанчик, мне очень хорошо. Самое, что не наесть, комфортная одежда сейчас на данный момент. Ну, а запеканочка моя продолжает готовиться. Уже она минут 40 готовится. Уже начинает подрумяниваться. Я вижу, как дышит прям тесто. Ну, это не тесто, а как смесь, да, творожная. Вот. Ну, еще чуть-чуть подрумяниться, когда вверх, я уже все выключу, достану и поставлю остывать. Формочки, как есть, оно будет остывать, пока не остынет полностью. И потом только будем помыть. Ну, вот, девочки, прошло 55 минут. Запеканочка моя готова. Подрумянилась сверху. И теперь я дам ей уже стоять, остывать. Вот, когда остынет, будем пробовать. Ну, а можно сверху что-то смазывать яйцом, например. Ну, я обычно не делаю этого. Ну, наконец-то моя запеканочка уже остыла. Я ее достаю с формочки. Теперь можно и раздевать. Бумага легко отходит. И сейчас я ее хочу попробовать. вот сколько изюмчика. Какая красота. Сейчас будем пробовать, девочки. Так, еще сметанку сюда надо положить. Очень вкусно со сметанкой. Просто я люблю. Сметанки побольше. Ой, какая вкуснятина. Сейчас как раз время полдника. Ну, что, девочки, как раз вот к полднику и остыла моя вкусная запеканочка. Я просто уже за ней очень сильно соскучилась. Очень-очень вкусная. Вкусненькая, сладенькая. Можно сахара меньше ложить. Хотя по рецепту там 0,7 стакана. Я кладу 0,5 стакана. 0,5 стакана. Но я зато не сахарю сверху. Кто-то вообще не ложит сахар. Но потом сахар отбывает. Очень кислый творог. Я не люблю когда кислый творог. Я вообще люблю такую запеканку. Даже есть холодный, с холодильника. Можно и без сметаны. Я когда на работу ходила еще, я брала с собой вот такой кусок без сметаны. И просто его брала, ела и насыщалась. В общем, удовольствие обалденное. Буду есть дальше. Не буду вас дальше соблазнять, девочки. А вообще сделайте вкуснятину. Девочки, я поставила на паузу и заточила этот целый кусок запеканки. Очень вкусная. И я даже, наверное, еще маленький кусочек добавочки себе все-таки положу. Вот. Ну, это был такой у меня полник. А на ужин у меня вот есть еще этот Виллес Фаберлик. Этот коктейль перед сном очень полезно. Знаете, чем он мне понравился? Ну, мало того, что он вкусный, его как коктейль пьешь на стакан, там идет мерная ложечка, на стакан воды. Вот. И выпивается он как коктейль. Ну, что мне в нем понравилось, это то, что после него не хочется есть совсем. Ночью сплю спокойно, желудок тоже спит, ничего там не происходит, никаких движений. И, в общем, я просыпаюсь, в общем, тоже не прям голодная, не голодная. Он как-то вот насыщает, успокаивает. И в то же время здесь 98 килокалорий. В общем, он заменяет ужин. Вот. Так что перед сном вот самое то. Будем пытаться худеть, а что делать? Ну, все. На этом видео я свое хочу закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok